Всем привет! Сегодня мы с вами погрузимся в прошлое и посмотрим историю необычного грузовика на гусеничном ходу. Советско-финская война 1939-1940 годов выявила необходимость скорейшей доставки артиллерийских боеприпасов на передовую в условиях малопроходимых зимних дорог и распутья в межсезонье. Красная армия срочно нуждалась в универсальных грузовых машинах повышенной проходимости. Чутко откликавшийся на все государственные нужды, первый секретарь ЦК Компартии Украины Никита Сергеевич Хрущев с присущей ему энергией взялся за скорейшее решение этой важнейшей задачи. По его распоряжению, первые прототипы ЗИС-33 были собраны на Харьковском машиностроительном заводе и срочно отправлены в Москву. Доводка машины до серийного образца была проведена инженерами ЗИС Московского завода имени Иосифа Виссарионовича Сталина в декабре 1939 года. Темпы выполнения задачи были просто сногсшибательные. 20 декабря 1939 года два харьковских грузовика поступили для изучения на завод. На разработку документации наркомат среднего машиностроения отпустил всего 10 дней, а уже через 18 суток должен был начаться выпуск серийных автомобилей. В итоге к 24 часам 31 декабря был изготовлен последний чертеж, а уже 18 января 1940 года сборочный конверт покинул первый серийный ЗИС-33. Всего до апреля 1940 года было выпущено 4539 штук данных грузовиков. Конструктивно-грузовый автомобиль повышенной проходимости являлся модернизацией трехтонного грузовика ЗИС-5, который оснастили оригинальным съемным гусеничным двигателем, и это был первый в СССР серийный полугусеничный автомобиль. В полевых условиях два красноармейца за 20 минут могли переоборудовать задний мост колесного на гусеничный ход и обратно. В целях упрощения конструкции и скорейшего массового выпуска ЗИС-33 гусеничный механизм массой в 1322 кг крепился на задний мост и раму автомобиля, при этом вызывая значительный износ элементов трансмиссий. Но главным достоинством ЗИС-33 являлась его высокая проходимость, а также неплохая тяга, которую развивал шестицилиндровый двигатель мощностью 76 лошадиных сил и объемом в 5,5 литров. Максимально развиваемая скорость на гусеничном ходу составляла 45 км в час. Такая мощность тогда считалась достаточной, но не для тягача вездехода. Мотор хорошо зарекомендовал себя на обычных колесных ЗИС-5, но для ЗИС-33 он оказался слабоват. По бездорожью автомобиль тянул хорошо, но медленно. За эту тяговитость его в шутку называли трактором. И ЗИС-33 подтверждал эту точку зрения. Он мастерски преодолевал, казалось бы, непреодолимые и непролазные болота. Для зимнего бездорожья ЗИС-33 комплектовался парой лыж, которые крепились цепями на передние колеса. Это позволяло легко преодолевать заснеженные поля, леса и болота. Однако, именно универсальность и простота конструкции ЗИС-33 таила в себе немало подводных камней, которые начали выявляться в условиях жесточайшей фронтовой эксплуатации. Аппетит у этой машины был просто невероятный. Если расход топлива у обычного ЗИС-5 был 30 литров на 100 километров, то ЗИС-33 вырабатывал порядка 200 литров на сотню. И порой просто не хватало запаса топлива для доставки в заданный район. Также нередко слетали гусеничные траки, особенно при движении по грязи в период распутицы, а надежность настых созданной конструкции оказалась не на самом высоком уровне. Несмотря на имеющиеся недостатки, его идея легла в основу разработки универсальной гусеницы для создания более полноценных быстроходных вездеходов на полугусеничном ходу. Так что легендарный ЗИС-33 стал первооткрывателем в серийном производстве так необходимой для страны техники с высокой проходимостью. Ну а на сегодня все. Если вас интересуют технические новинки отечественных и зарубежных производителей, необычная техника и автомобили, подписывайтесь на канал и будьте в курсе последних событий. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok